Девушки отдыхают Девушки отдыхают На мой самолет будто кто-то накинул одеяло Я видел саму материю времени Это Бермудский треугольник Сотни лет корабли и самолеты пропадали в его дьявольской геометрии Его тайна остается загадкой и по сей день Разоблачение самых горячих и животрепещущих загадок и тайн космического мироздания Космические катастрофы невообразимых масштабов, от которых кровь стынет в жилах Уникальные кадры очевидцев, которых нет больше нигде в сети Самые интересные и шокирующие научные эксперименты, которые способны перевернуть ваше представление об окружающем вас мире Описание космических процессов, которые способны уничтожить человечество в мгновении ока Новейшие научные открытия, сенсационные находки исследователей и ученых Самое интересное про космос простыми словами в телеграм-канале «Нептун-24» Присоединяйся и будь в курсе космоса «Нептун» ждет вас с самым удивительным и актуальным контентом Исследуйте глубины космической бездны вместе с «Нептуном» Он был здесь, на радаре Заходил на посадку, а потом весь самолет исчез Все Что же это на самом деле? Море блуждающих волн? Воронка вихря? Таинственная электромагнитная сила? Или просто богатое воображение? Тревога Идея Бермудского треугольника на самом деле основывается на выдумке Мы погружаемся в темные воды Бермудского треугольника, пытаясь раз и навсегда прояснить эту тайну Реальность или фантастика? Бермудский треугольник Прозрачные голубые воды Атлантики – казалось бы, идеальное место для отдыха Но такое впечатление может быть обманчивым В этом раю есть и гиблое место, из которого, как полагают многие люди, выбраться невозможно Бермудский треугольник Веками сотни людей отправлялись сюда и не возвращались обратно Корабли пропадали без следа Самолеты исчезали с ясного неба Они не подавали сигналов бедствия Останков от них не находили По площади Бермудский треугольник занимает примерно 1,3 миллиона квадратных километров Между штатом Флорида, Пуэрто-Рико и Бермудой В нем расположились опаснейшие в мире воды Предательское дно океана, которое от мелких голубых вод Резко переходит в темную впадину, уходящую под воду на несколько километров О странных исчезновениях в треугольнике ходит много слухов и теорий Веками моряки и авиаторы рассказывали о страшных событиях, происходящих в этих местах Но на карту Бермудский треугольник попал благодаря исчезновению пяти самолетов сразу 5 декабря 1945 года эскадрилья из пяти самолетов-торпедоносцев TBM Avenger Готовилась вылететь на обычные учения из военно-морской базы форта Лодердейл Они были известны как вылет 19 Если вы пилот военно-морского флота, то должны полететь в любое место с координационным планшетом, компасом и часами Пилот в отставке Дэвид Уайт в то время был летчиком-инструктором, а командиром команды вылета 19 был Чарльз Тейлор Он был одним из наших старших инструкторов, когда его перевели в форт Лодердейл День выдался ясным, море было спокойно, но на половине пути Тейлор доложил, что у них были проблемы И он сказал, у меня компасы не работают Но компасы иногда отказывают, это бывает, но не очень часто Операторы полетов попытались устными указаниями вернуть летчиков на базу Но их радиосигналы пропадали Вскоре никто не знал, куда направляются пилоты вылета 19 Оператор системы навигации, как меня слышно, прием Вас слышу плохо, трансляция ослабевает Через несколько часов все пять самолетов с 14 членами экипажа исчезли Дежурный офицер пришел и постучал в дверь Он сказал, у нас пропали пять самолетов Мы оба сказали, как такое возможно? Спасательные самолеты прочесали небо и море Дэвид Уайт был в одном из них Мы старательно искали несколько дней, ничего не нашли Но черная магия треугольника вновь проявилась Радиопроверка, вы нас слышите? Один из спасательных самолетов со всей командой тоже исчез Через пять дней поиски были прекращены Шесть самолетов и 27 человек пропали без следа в Бермудском треугольнике Скоро поползли слухи Как могли шесть самолетов пропасть в никуда? Одной из версий было то, что их навигационными приборами Овладела странная электромагнитная сила Другие утверждали, что самолеты Должно быть поглотил Странный смертоносный электронный туман Или их похитили инопланетяне Вскоре люди начали обращать внимание На странные происшествия в этом месте Среди них был Джан Квазар Меня не интересуют трагедии и происшествия Я расследую тайны о тех, кто вылетел И не должен был пропасть Квазар посвятил 15 лет изучению тайн Бермудского треугольника и вылета 19 Он написал книгу, в которой описываются Почти все теории насчет треугольника От НЛО до НПО Неопознанных подводных объектах Некоторые думают, что пришельцы Предпочитают передвигаться по морю В подводных кораблях Возможно, звучит это невероятно Но действительно, в одной истории 40-летней давности Якобы участвует НПО Это одна из классических историй, связанных с треугольником Однажды декабрьским вечером Дэн Бьюрок и Патрик Хорган Отправились из Майами на небольшую морскую прогулку На борту Уичкрафт Вскоре они натолкнулись на что-то в воде Мотор заглох И в 9 часов Бьюрок позвонил береговой охране Он очень точно описал место расположения яхты До последнего сигнального буйка Опасности на тот момент никакой не было На борту Уичкрафт Было полно спасательного оборудования Надувных жилетов и лодок По идее, она была непотопляемой Но когда через несколько минут На место приехали спасатели Уичкрафт исчезла Не было ни остатков яхты Ни тел Квазар считает, что это исчезновение Одно из необъяснимых тайн треугольника Но самым масштабным было исчезновение Корабля «Циклоп» в МС США Этот военно-морской углевоз 19 тысяч тонн Вышел в море в 1918 году Это был необычный корабль С тонкими стрелами для перевозки угля Путешествие должно было занять несколько дней Но «Циклоп» опаздывает уже на 90 лет Он не подавал сигнала СОС А просто исчез без следа Пропажа корабля считается Самым таинственным событием В истории ВМФ США Судьбы «Циклопа», «Уитчкрафт» и вылета 19 Окружены тайной Есть ли в них что-то общее? Исчезновение обычно происходит при плохих погодных условиях Когда связь выходит из строя Казалось бы, доказать что-либо сложно Поскольку жертвы пропали без вести Но на самом деле Есть по крайней мере один выживший свидетель Кэрри Трентом из Ки-Уэст, штат Флорида Пережила страшную встречу с треугольником в 1995 году Я летела вдоль берега Эверглейдс И все шло отлично Когда вдруг появилось такое чувство Будто кто-то накинул на мой самолет одеяло Я оказалась в полной темноте Огни в кабине начали мигать А стрелки компасов крутиться Из окна она ничего не видела Кроме густого черного тумана У меня крутилась мысль Так, что мне делать? Пилот должен полагаться на свои приборы Но мои приборы были настолько противоречивы Я не могла им доверять И все это время в ушах у нее стоял сильный шум Я не понимала в чем дело Все произошло так быстро Ситуация угрожала жизни А умирать мне совсем не хотелось Я попыталась выровнять крылья Не зная, нахожусь ли в правильном положении Или вверх дном Могло ли какое-либо аномальное погодное явление Стать причиной нарушения полета Кэрри? Если да, то какое? Позднее Кэрри снова сядет в самолет вместе с нами Чтобы восстановить события того дня Бермудский треугольник годами оставался загадкой Но чтобы раскрыть его секреты Первое, куда нам следует обратиться Это к звездам Если посмотреть на компас в Европе Он будет показывать прямо на полярную звезду Веками на этот факт полагались моряки Но если вы поплывете по Атлантическому океану К Северной Америке Будете удивлены Христофор Колумб точно удивился Ему и так с трудом удалось убедить команду Что они не упадут с края земли Но в районе Бермудского треугольника Все стало намного сложнее Его компас стал показывать на 6 градусов В сторону от полярной звезды Но на этом странности не закончились Несколько раз в небе появлялись непонятные огни Истории о странных происшествиях с Колумбом Веками ходили по свету Корабли и самолеты с тех пор пропадали не раз Но люди обратили внимание на эту загадку только в 1970-х Чарльз Берлиц тогда написал книгу, которая захлестнула весь мир Благодаря рассказам о таинственных исчезновениях Книга стала бестселлером Но это было только начало Молва расползлась по всему миру Посыпались невероятные теории Ученые, изучающие силы треугольника Начали думать, что возможно он не один такой Исследователь Айван Сандерсон Выдвинул теорию водоворотов зла Которые он описывал как участки океана Охарактеризованные мощными потоками Сильным колебанием температур И электромагнитными аномалиями Два самых страшных водоворота Были Бермудский треугольник И место под названием Дьявольское море В другой части света Которое находится прямо у берегов Японии И в котором якобы тоже происходят странные исчезновения В 1950-х оно оказалось в центре внимания После того, как там пропало 9 кораблей за несколько лет Сандерсон предположил, что водовороты Особенно Дьявольское море и Бермудский треугольник Характеризуются электромагнитными нарушениями Может, входя в треугольник, корабли вызывали аномалии Настроившись на какую-то частоту Или что-то происходило внутри Земли Вызывая эти странности Что-то, что мы пока не можем объяснить Возможно, ключ к разгадке происшествий В атмосфере треугольника Нам даст история пилота-любителя Брюса Гернона 4 декабря 1970 года Гернон летел над Бимени Когда заметил из окна странное облако У него была блестящая кромка Я начал набирать высоту А оно было прямо на моем пути Он влетел в облако И через несколько минут его приборы Словно сошли с ума Радиостанция Майами Я не уверен в своем положении Я попал в туман Вы можете мне помочь? В центре управления полетами Его не находили на радаре Он знал, что придется выбираться самому Вскоре он понял, что облако Смыкается над ним На рисунке Гернон показал, что видел Единственный выход он видел В небольшом отверстии В форме подковы впереди Мы тогда снизились И я заметил, что туннель сужается Вокруг него сверкали белые огни Но это была не гроза Чем глубже я продвигался Тем ярче и быстрее становились вспышки Я никогда таких молний раньше не видел Когда Брюс пролетал в туннеле Он сомкнулся над ним И вдруг вокруг всего самолета Появились странные белые линии Как трещины А на другой стороне я видел Ясное безоблачное небо Наконец он вылетел из туннеля Потом он оглянулся Я увидел, что туннель развалился И превратился в такое отверстие И начал вращаться по часовой стрелке Но Гернан еще не вылетел из облаков Ему угрожала другая опасность На него надвигалось нечто Что он описывает Как странный электронный туман В этот момент туман словно прилип к моему самолету Навигационные приборы Все еще показывали неправильное Радиостанция Майами Прошу радиолокационное опознавание Наконец Центр управления полетами Заметил его И сообщил, что он рядом с Майами Никак нет радиостанции Майами Я должен быть Минимум на 128 километров к востоку от Майами Потом он увидел землю И понял, что радиостанция Майами не ошиблась Он был над Флоридой Брюс считает, что полет занял всего 50 минут Вместо положенных 80 30 минут он потерял где-то в треугольнике Квазар считает, что загадку электронного тумана Можно разгадать Но не в треугольнике А за тысячи километров к северу от Ванкувера В самодельной лаборатории физиколюбителя Джона Хатчисона Он получил широкую известность Благодаря открытию, которое он якобы совершил Несколько десятилетий назад Он начал экспериментировать с радиоволнами И высоким напряжением в собственной квартире В 1979 он якобы наткнулся на нечто знаменательное Несколько странных явлений, которые окрестили эффектом Хатчисона Джан Квазар и другие приверженцы теории существования треугольника Считают, что эффект Хатчисона может многое объяснить Хатчисон считает, что нашел способ воссоздать в лаборатории электронный туман С которым столкнулся Брюс Гернон в Бермудском треугольнике Он утверждает, что электронный туман окружает металлические предметы И выводит из строя электронное оборудование К сожалению, туман не появляется всякий раз, когда Хатчисон его вызывает И оказывается, Хатчисон никогда не делает записей А при проведении опытов полагается на интуицию Неудивительно, что многие к нему относятся скептично В том числе и физик Джеймс Меттингли из университета Джорджтаун Не знаю, какой там должен быть эффект Словно все, что случается в доме Джона Хатчисона И есть эффект Хатчисона Не знаю, если Джон идет по комнате, это тоже эффект Хатчисона Просто не знаю Хатчисон привык к критике Но он говорит, что у него есть доказательства Он заснял эффект на видеокамеру К счастью, у нас есть четыре примера того, что происходит И наше экспериментальное тестирование записано на видеокамеру Хатчисон также согласился на съемки во время проведения эксперимента Ладно, ребята Я не знаю, что случится, когда я включу этот блок Когда я дойду до трансивера и другого оборудования Эффект может быть очень значительным Если его утверждения окажутся правильными Нас может охватить электронный туман В этой комнате собраны сотни килограммов оборудования Пластиковые сосуды, обернутые в фольгу, висящие в цепях Хатчисон говорит, что напряжение здесь небезопасно для людей Поэтому оператору приходится отойти Как там в дальней комнате? О, что там происходит? Я надеюсь, что появятся электронные туманы Другие странные вещи, которые бывают случаются Было бы здорово Там что-нибудь светится? Ладно, увеличиваю мощность Хотя цепи слегка вибрируют Камера не регистрирует никаких странных эффектов Хатчисон увеличивает мощность Надо добавить несколько вольт Какие там звуки? Как у вас дела? Все хорошо? Ну ладно Затем эксперимент обращается в пламя Ой, что-то запах не тот пошел Джон, у тебя что-то горит Пластиковый сосуд загорелся А значит, представление окончено Это не означает, что эффекта не существует Просто его трудно застать Но профессор Меттингли не верит этому Во всем этом отсутствует очень важная вещь Какое-либо чувство контекста Никто просто не знает, что должно произойти Не говоря уже о том, чтобы измерить и провести оценку явления Которым обусловлен этот эффект А как же быть тогда с видеозаписями Хатчисона? На них целых два часа демонстрируется эффект Хатчисона Металлы превращаются в желе Объекты летают Электронный туман Если существует только видеозапись Нам только остается проанализировать ее Том Флинн и Джон Никел Два скептично настроенных представителя Комитета заявлений по научным исследованиям О паранормальных явлениях Такое можно сделать из резиновой трубы Видео Хатчисона не кажется им убедительным Мы не знаем, кто это сделал, при каких условиях Возможно, видео подлинное Но снимаются не реальные вещи, а имитации Возможно, скептики быстро отвергают свидетельства Но один человек испытал это на себе дважды Он утверждает, что это что-то вроде дымки Звучит очень похоже на туман, в котором я оказался Это как черно-белый телевизор с нечетким изображением Годы спустя после того, как Брюс застрял в Бермудском треугольнике Он снова это испытал В этот раз он с женой летел на Флоридокис Мы направлялись на север от Эверглейдс А когда пролетели Эверглейдс, там прямо на краю Внезапно возник туман, как будто он был над всем штатом Флорида Брюс утверждает, что это тоже был электронный туман Что он словно прилип к его самолету Я вызвал радиостанцию Майами, но Бюро погоды мне сообщило Что нигде над Флоридой не было замечено тумана Куда бы Брюс ни летел, туман следовал за ним Я тогда подумал, что если направлюсь к океану То, возможно, туман отстанет Так и получилось Могут ли некоторые люди обладать особой силой Которая притягивает электронный туман? Почему-то, когда мы летаем, то всегда видим странные вещи Я думаю, я даже не знаю, может, что-то с нашим самолетом? Брюс Гернан не может отвергать возможность сверхъестественных событий Но есть ли простое объяснение? Есть способ, как это выяснить Пилот Керри Трентом согласилась вернуться в треугольник Чтобы избавиться от навязчивых мыслей В этот раз с опытным вторым пилотом В 1995 году Керри летела над Бермудским треугольником Когда ей показалось, будто на ее самолет накинули одеяло Приборы вышли из строя И она почти потеряла управление Все случилось так быстро Ситуация угрожала жизни А умирать мне очень не хотелось Прошло более 10 лет А Керри так и не знает, что произошло тогда Но она, наконец, готова это выяснить Мы попросили летчика-инструктора Кэрол Коллинз полететь с Керри и повторить ее полет Чтобы постараться выяснить, что произошло в тот день Так, 213 метров начинаю от ворот Они вылетели ночью В то же самое время, когда Керри совершила свой страшный полет Вы помните, что показывал амплитудный датчик? Знаете, я на него даже не смотрела Я просто ужасно запаниковала Ясно Я была в панике, ужасно испугалась Керри запаниковала Потому что ей показалось, что на ее самолет словно накинули одеяло Кэрол может это объяснить Когда вы смотрите на линию огней на горизонте И пролетаете рядом или под облаком Огни внезапно исчезают Исчезает и горизонт То, что вам кажется, словно на вас набросили одеяло Очень правильное описание эмоций, которые вы испытываете Ночью не видно очертаний облаков Они просто не показываются Да, это вариант Возможно, я залетела в облако Внутри темного облака может возникнуть полная неразбериха Потеря управления чаще всего связывается с дезориентацией в пространстве Все это сводится к тому, что пилот не может разобрать Направляется ли он вверх Поворачивает или летит вверх дном Чувства получают противоречивую информацию Плюс ко всему, прямо за Кэти следовала гроза Мы подумали, что в меня, возможно, ударила молния Из-за этого все приборы стали неправильно показывать Кэрол считает, что Керри попала в штормовую погоду Прибывая в состоянии тревоги Находясь над угрожающими водами Одна из особенностей полета над Бермудским треугольником В том, что вы над открытой водой Без контрольных точек И это сбивает с толку Ее реакция в том душевном состоянии И пребывание в таких погодных условиях Возможно, были причиной происшествия Но если психологический туман можно принять за электронный То что делать с работой Джона Хатчисона Который якобы воссоздал электронный туман дома У него не получилось воспроизвести его по заказу Но у него есть доказательства эффекта Хатчисона На видео бутылки летают Металл становится железообразным А электронный туман образуется спонтанно Приверженцы треугольника утверждают Что эффект Хатчисона И есть доказательства существования треугольника Скептики Том Флинн и Джо Никел не согласны Вот запись с бутылкой 7-Up Они думают, что знают точно, как это было записано Вот и улетело Так странно, так неправдоподобно Что в таком случае бы сделал обычный оператор Бутылка улетает, а камера не следит за ней Поэтому мы предполагаем, что она не могла проследить за ней Возможно, там наверху что-то было То, что видеть нежелательно Они подозревают, что кто-то дергал за веревки Хатчисон уверяет, что веревки в его экспериментах не задействованы Мы чуть животики не надорвали от смеха Как можно использовать веревки в эксперименте по левитации Когда вокруг люди с телевидения и ученые, которые ставят опыты под контролем Но Никел и Флинн думают, что смогут это доказать Видеохатчисона заснято в помещении типа гаража или подземной рабочей комнаты Там бежевый бетонный пол, повсюду пятна и трещины Все какое-то пестрое Хорошо то, что если использовать тонкую нить, на таком фоне она очень легко затеряется Я подготовил эту бутылку так, чтобы управлять ею Снизу и сверху у нее приделана леска Это будет так называемый кукольный эффект Так вам, наверное, заметно леску на фоне моих однотонных брюк Но если я быстро отойду, линия пропадет Джо, когда будешь готов, начинай тряску Будь готов к взлету Никел и Флинн сымитировали летающую бутылку Хатчисона с помощью простой уловки Но могут ли они сымитировать электронный туман? А теперь мы вам покажем, как создать эффект электронного тумана Мы думаем, это делается так Сначала мы воссоздали эффект фонового света, который, как видно из исходного видеоматериала, выглядит круглым и цветным, с небольшим огоньком посередине, как в обычной лампочке Обычную цветную лампочку мы поставили на подставку А полуметаллический туман мы создадим с помощью металлической сетки На самом деле это простой кухонный скребок Мы двигаем его очень близко рядом с объективом, так он не сфокусируется И направляем на него много света, чтобы были блики Так и получается эффект частично подсвеченного, частично непрозрачного, неизвестного вещества перед объективом Очень и очень похожий на электронный туман Так можно создать эффект Хатчисона Никки Лефлин считает, что простейший ответ, как правило, наиболее вероятный Ничего, что сделал Хатчисон, не обоснованно, у него нет доказательств Он должен продемонстрировать свой эффект перед заслуживающими доверия учеными В контролируемых условиях, чтобы исключить подвох Может ли электронный туман запутать наши компасы и увести нас от реальной разгадки? Может ли в сердце Бермудского треугольника быть другое, более сильное явление? Пришло время обратиться к обычной науке и рассмотреть дело Циклопа, вылета 19 и Уичкрафт со здравым смыслом Все три истории трагичны, но особенно поражает случай с яхтой Уичкрафт Отправившись на обычную прогулку, чтобы посмотреть огни Майами, яхта наткнулась на что-то в воде И исчезла минутами позже спокойного обращения за помощью Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что дело Уичкрафт не так уж и мистическое Никто точно не знает, где была яхта И погода была совсем неспокойная Автор Лэри Куше раскопал факты вокруг исчезновения Уичкрафт Они были не совсем в том положении, что сообщили Если бы они были там, то это было бы еще таинственнее Ничего не было обнаружено А в ту ночь штормило Они говорили, что там были пенящиеся волны А им было плохо видно в темноте Но береговая охрана прибыла всего через 19 минут после сигнала СОС Уичкрафт Как могла яхта бесследно исчезнуть так быстро? Не было найдено ни следа От яхты, которая якобы непотопляемая Я на это сказал, и Титаник тоже Любое судно может затонуть Любой самолет может затонуть Правда в том, что очень сложно найти кого-то, кто потерялся в море Даже в хорошую погоду Джим Ноу уже 13 лет работает спасателем в береговой охране Майами Большая часть площади Бермудского треугольника Открытый океан Это сотни километров от берега или ближайшей станции связи Поэтому очень вероятно, что можно так и не узнать Точное расположение затонувшего судна или самолета Прибавьте к этому сильное влияние Гольфстрима Быстрого и сильного течения, направляющегося из Карибского бассейна на север Атлантики Океанограф Артур Мариано Несколько лет занимается изучением Гольфстрима и Бермудского треугольника По его словам, самолеты и корабли пропадают из-за так называемого Турбулентного разлета Когда тонет корабль или самолет Сильные ветры и течения бьются о него Разнося обломки на несколько километров Иногда за считанные минуты Мариано может нам показать, как это происходит с помощью зеленой краски в волновом бассейне Так, сейчас мы впрыснем в воду немного краски Когда у нас нет ветров, нет волн, нет сильных течений Краска остается в том же самом месте достаточно долго Но когда течение немного сильнее, краска движется намного быстрее Брайан усилит ветер, чтобы вызвать более сильное волнение на море По мере роста волн увеличивается и дисперсия разлет Что это может нам рассказать о треугольнике? Все вместе Сильные ветра, сильные течения, сильные вихревые движения Ведут к большому разбросу останков в районе Бермудского треугольника Если вы потерялись в Бермудском треугольнике и вас не найдут в течение нескольких часов То потом найти вас будет очень сложно Но можно ли сравнивать краску с тонущим самолетом весом 7 тонн? Краска пассивна Мы используем ее в качестве индикатора движения воды Обломки тонущего объекта тоже пассивны Их будут передвигать течение, ветер и волны Кажется, исчезновение останков теперь не так уж загадочно, как многие думают Но перед нами остается еще одна загадка побольше Что могло вызвать крушение? Очень заманчиво было бы свалить вину за исчезновение в Бермудском треугольнике На паранормальные явления Электронный туман И пришельцев Но, скорее всего, виновата погода В Бермудском треугольнике происходит столкновение Или конвергенция нескольких типов погоды и океанографических ситуаций С севера идет струйные течения, с юга дуют пассатные ветры А на западной границе у нас Гольфстрим, прямо в самой воде Не принимая во внимание сильные течения и ветры Погода здесь довольно изменчивая Гольфстрим здесь сам создает себе погоду У него есть такой интересный потенциал В Бермудском треугольнике происходит многое, о чем никто никогда не узнает Такие маломасштабные явления, как водяные смерчи, внезапные шквалы и другие, которые происходят на небольшой площади около 183-х километров Никто никогда не увидит и не спрогнозирует Они просто внезапно возникают, а потом пропадают Если вы не находитесь в непосредственной близости, то никогда не узнаете, что они вообще происходили Водяной смерч может вдребезги разбить корабль или самолет В этом регионе они регистрируются сотнями в год, а многие остаются незамеченными Есть еще и блуждающие, быстро движущиеся волны Столпы воды высотой с девятиэтажное здание появляются из ниоткуда и могут захватить самый большой корабль Блуждающие волны настолько велики, что в прошлом мало кто в них верил До недавнего времени наблюдения об аномальных волнах поступали от людей с моря Иногда их замечали очень опытные капитаны военных кораблей США Они сообщали о блуждающих волнах высотой более 300 метров Подводные землетрясения могут вызвать цунами Но при сильном волнении аномальные волны могут ударить гораздо сильнее и без предупреждения Сильные беспощадные ветры и бурный открытый океан могут поднять воды до угрожающих высот У Бермудского треугольника есть все эти составляющие Плюс еще одно В Бермудском треугольнике при всем том корабельном сообщении, что там имеется, велика вероятность, что блуждающая волна в какой-то момент затронет корабль или даже перевернет его Но блуждающая волна никак не могла стать причиной гибели вылета 19, когда пропали 14 человек Самолетами вылета 19 управляли опытные пилоты, которые должны были справиться с выполнением простых учебных действий Но командир вылета был новичком на данном маршруте полета Для Тейлора это был второй вылет из форта Лодердейл и, возможно, первый вылет на Багама Когда они вылетели, погода у берегов Флориды была благоприятная В море с умеренным до сильного волнения Через час после вылета Тейлор доложил, что потерял направление Я уверен, что нахожусь над Флоридой Кис, но не знаю, насколько далеко Он даже сказал, что его компасы плохо работали, хотя команда находилась в треугольнике к востоку от форта Лодердейл Когда Тейлор обратился за помощью, он думал, что они улетели намного дальше, на юг, к Флориде Кис Лэрри Куше считает, что Тейлор просто запутался и не полагался на компасы Это типичная ситуация, когда человек теряется или сбивается с пути Компасные данные не соответствуют тому, что он видит, и он говорит, что компас не работает Но как же четверо других пилотов? Они тоже сбились с курса и запутались Или у всех троих отказали компасы? Как мог этот вылет потеряться на Багамах и не увидеть ни одного наземного объекта, если только они летели по кругу? Что означает, что все компасы вышли из строя? Журнал радиосвязи доказывает, что по меньшей мере один из студентов Тейлора знал, куда лететь Черт возьми, если мы просто полетим на запад, то будем дома Члены команды нервничали, но последовали за командиром Затем, согласно исследованию Куше, погода изменилась в худшую сторону Очень скоро они оказались в темноте Начался шторм, сильное волнение на море Летчики провели там некоторое время Затем у них просто закончилось горючее Они, скорее всего, постарались совершить экстремальную посадку на море до того Но удача от них отвернулась Я думаю, что начался шторм, волны были большие Думаю, что самолеты приземлились и сразу разбились В конечном итоге причиной трагического происшествия с вылетом 19 Скорее всего, была комбинация человеческой ошибки и плохой погоды Но вокруг этого вылета остается некоторая загадка После пропажи эскадрильи начались серьезные поиски Когда на диспетчерской вышке поняли, что самолеты действительно пропали Они связались со всеми аэропортами, всеми вышками по всему восточному побережью И предупредили, что пропали наши самолеты На одном из поисковых гидросамолетов «Мартин Маринер» было 13 человек Он тоже пропал Что происходило в треугольнике той ночью? Как могли за одни сутки просто исчезнуть шесть самолетов? В случае с «Мартин Маринер» ответ, скорее всего, прост Этот самолет часто называли «летающим баком горючего» Потому что из него сочились пары топлива Иногда случались спонтанные взрывы И действительно, команда грузового корабля Видела большой взрыв в небе вскоре после взлета «Маринера» Затем тот факт, что «Маринер» взорвался Выдали масляные пятна и обломки Так что вылет 19 имеет свое объяснение Но как же быть сделан Христофора Колумба? Его компас тоже сошел с ума, когда корабль оказался в Бермудском треугольнике Но и здесь есть простой ответ Ни один компас не показывает строго на север Они показывают на магнитный север А эта точка постоянно сдвигается Поскольку магнитный север на много километров удален от истинного Компасные показания меняются в разных частях света Современные штурманы знают, как это компенсировать Но во времена Колумба никто этого не знал Эту тайну треугольника разрешила наука Но судьбу циклопа объяснить не так легко Этот корабль длиною 150 метров словно растворился в воздухе в 1918 году После его пропажи президент США Вудро Вильсон заявил Что только Богу и морю известно, куда пропал огромный корабль Он был сильно нагружен, более четырех с половиной тысяч килограмм Были высказаны предположения, что циклоп был сильно подвержен качке Сильный шторм легко мог сдвинуть груз на одну сторону И накренить корабль Но проблема в том, что шторма не было По крайней мере, не в том месте, в котором он якобы находился Внутри Бермудского треугольника Но мог ли он быть в другом месте? В 1968 году подводник ВМФ Дин Хоус Обнаружил большое странное судно в 110 километрах к востоку от Норфолка В штат Вирджиния Он наткнулся на странный корабль с огромными погрузочными стрелами Это было настолько необычно, что Хоус продолжил исследование К сожалению, у него закончился воздух И ему пришлось всплыть до того, как он мог по-настоящему исследовать корабль Но он его не забыл Годы спустя, когда он увидел фото циклопа, он узнал судно Корабль, найденный Хоус, был неподалеку от пункта назначения циклопы Услышав о возможной находке, Куше начал расчеты Он вычислил, что до места крушения циклопу потребовалось бы плыть 6 дней Он вышел из Барбадоса 4 марта, а затонуть мог 10 марта Я поискал сводки погодных условий и обнаружил, что в это время был большой шторм, который затронул все восточное побережье Некоторые корабли сильно пострадали И снова причиной катастрофы стала плохая погода Несколько лет спустя военные водолазы постарались найти затонувшее судно, описанное Хоус Но не нашли Похоже, ответ на загадку исчезновения циклопа ведет нас еще дальше Мы, возможно, никогда не узнаем, что точно произошло с циклопом Уичкрафт и вылетом 19 Но при размышлении над этими загадками нужно учесть еще один факт Статистически Бермудский треугольник не опаснее любого другого пути в океане, где случаются природные катаклизмы Плохая погода становится проблемой, если вы в нее попадаете И плохая погода случается везде Но из-за количества кораблей и самолетов В том месте шансы того, что другой корабль или самолет попадет там в плохую погоду, увеличиваются И хотя мы можем объяснить многие исчезновения в Бермудском треугольнике, дело не закрыто Явления, происходящие в Бермудском треугольнике имеют вековую историю У них есть способность изменять время и пространство, из-за чего это сложно понять Я думаю, что для многих людей тайна Бермудского треугольника автоматически означает, что там происходит нечто странное Но они не видят очевидного Океан – это огромное пространство, там очень неспокойно Даже генда Океан – это эфир Продолжение следует...